Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами Евгений. И сегодня видео будет посвящено тому, что я попробую ответить на некоторые вопросы, которые вы мне задаете в комментариях под моим видео, либо как-то вы мне их сообщаете лично. Видео, возможно, будет долгое, потому что я постараюсь сегодня ответить максимально конкретно на некоторые вопросы, которые, как я понимаю, вас очень интересуют. Это такие как работа с 2D геометрией, создание этой геометрии, перенос этой геометрии на какие-то определенные слои, чтобы разгрузить те элементы, с которыми вы хотите работать. Для примера я взял такую вот деталь. Деталь была сделана в SolidWork, конвертирована в мастеркам. Вы можете открыть сейчас любую с вами вашу деталь. В сегодня не будет даже актуально, как она будет расположена, где будет у нее нулевая точка, будет она у вас сложна, либо простая. Вообще можно просто там импортировать простой кубик, например. Значит, начнем с того, что сейчас вы видите, что в левой стороне мастеркама у меня вообще все пусто, нету никаких вкладок. И мы с вами сейчас поговорим о том, как можно изменить цвет нашей детали. Даже сейчас у меня вот включена материал, я сделал для этой детали материал, задал, что вот он выглядит таким вот образом. Я не знаю, там видео покажет, что она вот такого серебристого цвета. Цвет это сталь, как говорится, как материал показывает. Значит, это делается так. Вы просто кликаете на вашу деталь и на вкладке Home. Здесь вот можно выбрать, прошу прощения, Set Material, как она будет у вас выглядеть. Там материал уровень 4, 7. Вот. Насколько это, конечно, интересно и нужно. Это, конечно, вопрос спорный. Чаще всего нас будет интересовать, как отображается деталь вообще на мониторе. Что можно ее сделать вот такой прозрачной. Смотрите, как она выглядит внутри. Если там у вас какая-то сложная геометрия, где-то там надо обрабатывать какие-то внутренности, то при написании тех процессов вы уже, возможно, будете продумывать, какой там вам нужен инструмент. Либо мы хотим ее видеть вот такую, Shaded. Но я считаю, что, наверное, самое лучшее это вот этот, вот Outline Shaded, где у нас видно наружный контур детали и он так четко прорисован. Временами можно еще использовать каркасную геометрию, но это уже если есть какие-то отдельные такие вот необходимые моменты. Значит, первый вопрос был про смену самого цвета нашей детали. Чаще всего, если вы импортируете SolidWork, она будет у вас такого сероватого цвета. Поэтому, нажимая на нашу деталь правой кнопкой мышки, точнее, давайте нажмем левой кнопкой мышки, она подсвечивается, и на вкладке Home здесь вот можно выбрать любой цвет. Тот цвет, который вы выбираете часто, стандартный цвет, либо можно даже сделать, что вы зададите еще какие-то цвета, даже можно задать какой-то, выбрать цвет, который вы сами для себя захотите. Давайте для примера выберем, допустим, такой вот желтоватый цвет, номер 14. Очень все легко, но, например, если вы хотите данную деталь раскрашивать в разные цвета, например, что внутри у вас для карманов вы используете, например, красный цвет. У вас вы работаете с коллегами в паре, и у вас есть такая внутренняя договоренность, что внутренние какие-то элементы у вас окрашиваются в красный цвет, наружные элементы у вас окрашиваются там, не знаю, в зеленый цвет, а поверхности плоские, там, для обработки у вас окрашиваются, не знаю, там, в черный цвет. Вот, поэтому сейчас мы это все продемонстрируем, как бы это можно сделать. Минутку. Итак, мы с вами продолжаем. Значит, здесь вот на вкладке Pre-Prep мы, так, прошу прощения, на вкладке Model Prep мы выбираем Change Face и здесь выбираем цвет. Давайте красный выбираем. Сейчас мы хотим добавить цвет. Мы выбираем эти поверхности, нажимаем Enter и мы видим, что автоматически они сразу красятся. Меняем другой цвет. Например, давайте на зеленый. Опять же, выбираем эти поверхности, нажимаем Enter и они покрасились. И еще одну поверхность. Эту и вот эту. Нажимаем ОК. И видим, что наша деталь стала вот такого цвета. Я не все закрашивал поверхностью. Здесь, допустим, у кармана надо было бы, конечно, еще покрасить вертикальные стенки. Но так далеко будет хорошо. Бывает такая ситуация, что вы все раскрасили, но в какой-то момент вы забыли, что надо изменить какой-то цвет, поэтому это точно так же можно сделать. Вы можете зайти в Change Face, сделать Remove, нажать ОК, и тот цвет, который был не там, просто удаляется. Если вы понимаете, что данная операция вам вообще не нужна, а кто-то за вас это все раскрасил, а вы не любите с этим работать, вы нажимаете сюда вот. И наша деталь приобретает первоначальный цвет. Давайте я вообще сделаю серый, чтобы было легче работать. Значит, это было первоначально. Да, такой вот ответ на вопрос. Давайте зайдем во вкладку View и включим все необходимые нам вкладки, к которым мы с вами привыкли. Групп нам не надо. Ressim Functions давайте оставим. Кстати, их можно перетаскивать, допустим, чтобы слои были у вас там на втором месте, Solid был на третьем, ну, либо, а Toolpath я хочу на первом месте, чтобы было. Теперь давайте разберемся, что мы можем сделать вообще со слоями, как работать. Если мы сейчас начнем все делать на первом слое, надо, допустим, давайте этот я слой удалю, это я тоже удалю, и почищу вообще все. Вот у нас один первый слой, на котором находится сейчас наша 3D-модель. И если мы сейчас начнем все грузить на первый слой, будет очень-очень тяжело, будет такая неразбериха. Давайте я вам сейчас это продемонстрирую, что можно создать из твердотельного элемента деталь, которая будет состоять из поверхностей. Я выбираю наше тело, захожу в раздел Surface, выбираю From Solid, и если подтверждаю ОК, то вот у меня получается уже 136 элементов на одном слое. Это уже много. Если еще пойти дальше, то можно сделать, допустим, давайте я покажу такую. Допустим, пятый слой. Что можно из 3D-модели сделать каркасную геометрию. И давайте я ее сделаю на первом слое, где у нас находятся поверхности. Я опять же выбираю наше. Хотя давайте по-другому сейчас сделаем. Нажмем на Wireframe, выбираем вот этот вот Curves. Здесь можно выбрать какую-то определенную поверхность, либо все тело. Я хочу все тело. Нажимаю ОК. Точнее, сначала надо нажать на End Selection. ОК. И я вижу, что уже на пятом слое, где должна находиться одна твердая тела, у меня уже 206 элементов. Если я сейчас это все еще перенесу на первый слой, то я вообще вижу, что у меня на первом слое находится 341 элемент. Это очень много. И если сейчас начинать писать какие-то программы, стратегии, то будет путаница. И будет очень тяжело во всем этом разобраться. Поэтому давайте сделаем так. Первый слой мы пишем Solid Model. Как бы твердотельная модель. Второй пишем. Пишем для поверхностей. Пятый слой. Десятый слой у нас будет для каркасной геометрии. И последующие слои мы можем там писать. Например, 15-й какой-то будет на слой. 20-й. 25-й будем раскидывать для чего. Это там остального. Итак, мы сейчас можем здесь делать активным здесь слой, либо можем через правую кнопку мышки выбирать, когда будем работать сейчас с этой геометрией. В правом углу, точнее не углу, а на этом пространстве у нас есть, что мы можем работать с геометрией Y-Frame Entities, с размерами, с поверхностями, с твердым телом. Первое, что я хочу сделать, это работать с поверхностями. Поэтому я вот щелкаю на верхней части вот этого элемента. не здесь вот, а здесь. Видите, он выделяется. Нажимаю правую кнопку мышки, выбирая здесь вот Change Level, сменить слой. И здесь можно выбрать из вот этого списка. А если вы знаете, какой вы хотите выбрать, то можно здесь просто написать. Я выбираю пятый для поверхности, нажимаю ОК. И здесь такой вот очень важный момент. Вы хотите перенести, либо скопировать. Если вы хотите копировать, то элементы поверхности останутся на первом слое. Я хочу перенести Move. Вот здесь вот обратите на это внимание. Нажимаю ОК. и вижу, что на пятом слое стало 135 элементов. Да, вот у меня сейчас, если я удалю какой-то из элементов, я увижу, что это были поверхности. Нажму Ctrl-Z, верну все в тот вид, как было. А дальше я вижу, что у меня осталась каркасная геометрия на первом слое. Я нажимаю вот здесь вот. Здесь уже вот сверху надо нажать. Вижу, что выделились эти элементы. И опять же нажимаю правую кнопку мышки. Сменить слой. Выбираю десятый. И хочу передвинуть. Не скопировать именно, а передвинуть. Нажимаю ОК. И мы видим, что все эти элементы мы раскидали теперь уже по слоям. Что вот на пятом слое у нас находится поверхность. А на десятом находится каркасная геометрия. Теперь есть еще один такой вот момент, что мы создадим с вами пятнадцатый слой. И как можно создать контур вот этой вот заготовки. Значит, перейдем на вид фронт. Посмотрим, что она у нас имеет разные уровни. Вот эти вот. Поэтому нажимаем мизометрик и переходим во вкладку Warframes Shapes. И здесь вот выбираем вот этот вот такой вот элемент. Выбираем сразу все тело. ОК. Здесь делаем точность. Чем лучше точность, тем будет лучше геометрия. И вот подтверждаем. И теперь, что вот здесь было установлено нас 0 и 3D, то вот эта вот вся геометрия находится на, ну, скажем так, на, в центре вот этой всей нашей координатной системы. Если мы хотим теперь, например, вот эту геометрию сделать на 100 миллиметров выше, либо на 100 миллиметров ниже, можно ее просто выделить, нажать на Translate и вот, например, по Z там 100 миллиметров, да, там вверх. Опять же, копируем, либо передвигаем, либо соединяем. Тоже можно такое сделать. Но можно сделать немножко по-другому. Давайте я удалю эти элементы. и я хочу сразу, например, это передвинуть на 100 миллиметров вниз. Поэтому я здесь пишу минус 100, ставлю 3D, захожу опять же сюда, выбираю все тело, нажимаю End Selection, и я вижу, что данный элемент от вот этой нулевой точки находится на 100 миллиметров. Обратите на это внимание, он находится на минус 100. Теперь, зная допустим такие моменты, можно создавать наружный контур детали и сделать из нее заготовку. Это тоже такой ответ на вопрос, как я создаю иногда заготовки контурно по контуру нашей детали. Опять же, можно поменять цвет, выбрав геометрию, нажав правую кнопку мышки, и только вот уже здесь поменять цвет. Еще один был вопрос, как можно узнать геометрию детали, например, вот этих вот скруглений. Делается это таким образом на вкладке Home, вы выбираете Dynamic, подкручиваете, нажимаете на тот элемент, и мы видим, что допустим, радиус у данной детали 1,5 24, либо диаметр 3,048. Тоже бывает очень полезно. Также можно посмотреть на элемент, либо можно вообще щелкать на на самом вот этой поверхности, либо на кромке. Ну, вот это было вкратце, я ответил на те вопросы, которые часто задают, как создать геометрию, как ее передвинуть, как поменять цвет, либо еще какие-то другие такие вот моменты. Еще могу сказать одну такую вещь, что у нас есть, например, wireframe, и мы хотим что-то, например, скопировать. У вас получилось так, что давайте сделаем на этот же копия только, и вот здесь получается 410, да, там в два раза как-то так получилось, и что при выборе геометрии друг на друга что-то перекрывается, и это очень неудобно. С этим тоже можно бороться. Вы заходите в вкладку Home, Delete, и вот здесь есть Duplicate, ставите Advanced, выбираете вот эту всю геометрию, нажимаете N Selection, здесь ставите Select All, нажимаете ОК, и мы видим, что мастеркам автоматически на Show 100 перекрывается 86 линий и 119 дуг. и вы сейчас обратите сюда внимание, 205. Поменяем цвет обратно, что вот уже ничего нигде не перекрывается. Вот, на этом все, спасибо за внимание, надеюсь, видео не было настолько утомительно, и в данном видео я смог ответить на те вопросы, которые вас интересовали. На этом все, до новых встреч, пока. субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok